Друзья, всем здравствуйте! Это Батрак про Спартак, и сегодня я поведу речь о матче против Череповецкой Северстали, матче, в котором спартаковцы могли решить задачу на сезон. Так, ну и встречались команды, знаете ли, такое впечатление, что как будто это был финал, ну, может быть, западной конференции, потому что игра была просто от ножа, игра красивейшая, и те, кто смотрели по телевизору или тем более на стадионе, я думаю, остались крайне довольны тем, что увидели. Но давайте, конечно, все-таки по моментам пройдемся, программа же у нас аналитическая, и первая шайба на счету Александра Хохлачева. Хохлачев в большинстве получил передачу, отрадил, и на самом деле бросал-то мимо ворот, но дело в том, что попал он в ногу сопернику, и от ноги защитника шайба летела в ворота. Да, может быть, где-то повезло, может быть, где-то не повезло, наоборот, сопернику, но это не волновало красно-белых. 1-0 реализовано большинство в концовке первого периода. Ну и, кстати, тоже такой небольшой нюанс. Матч начинался с символического выбрасывания от Виктора Васильевича Цыплакова. Его внук играет в Спартаке, как раз-таки сегодня он был на площадке. Ну и Александр Хохлачев является воспитанником как раз-таки Цыплакова, и поэтому он просто не мог сыграть плохо в этом матче. Вторая шайба Спартака и вновь Хохлачев. На этот раз он оформляет дубль. Разбираем на нюансы этот момент. Во-первых, это опять большинство Спартака. Во-вторых, Хохлачев опять на площадке. Обратите внимание на его передачу. На Калинина, который открывался левее. Передача с одного бортика на другой заставляет игроков Северстали передвигаться, естественно, где-то терять позицию. Калинин бросил и попал в Рыбина, который лег и заблокировал этот бросок. И, казалось бы, он сделал хорошо для своей команды, но вот здесь уже небольшой нюанс. Во-первых, вратарь соперника реагировал на бросок Калинина. Все смотрели на Рыбина, думая, где же шайба. А шайба отскочила к Хохлачеву. Хохлачев в этот момент накатывался на ворота, и он как раз был в той позиции, откуда удобно бросать. Ворота пустые, Хохлачев забивает вторую. Так, ну и давайте о третьей шайбе московского Спартака. И, кстати, ну, понятное дело, Александр Хохлачев стал его автором оформлен. Он хит-трик, это случилось. Опять же, в большинстве только на этот раз уже формат был 5 на 3. Хохлачев, Лаюнин и Калинин создали такой сообразный треугольник на вершине. Партнеры были на пятачке, перекрывали голкиперу обзор. И вот как раз этот треугольник и соорудил такие две быстрые передачи друг к другу. По итогу Хохлачев бросает в касание. Во-первых, в касание бросок всегда неожиданный для вратаря. Во-вторых, был рикошет, и шайба таким образом залетела прямо в девятку. 3-2, Спартак впереди. Второй хитрик в этом сезоне у красно-белых. На этот раз он на счету у Александра Хохлачева. Друзья, ну и отдадим должное сопернику. В этом великолепном матче победили все-таки гости. Для начала они сравняли счет в третьем периоде, а потом в овертайме забросили четвертую. Причем сделали они это в большинстве. Таким образом, Спартак набирает 1 очко, Северсталь 2. И все закрутилось. На Западе еще сильнее. Но вот в следующем матче против Фридического Динамо, который будет в среду, надо набирать 3 очка.